Вниманием не обошли, но осадочек остался. В минувший понедельник, 5 мая, в ДК «Энергетик» прошел концерт, приуроченный к грядущему Дню Победы. Но торжество были приглашены участники войны, труженики тыла, активисты ветеранского движения в Комсомольском районе. На сцене чествовали приглашенных гостей и дарили подарки. Вот только достались они не всем от имени ветеранов, не получивших презент. К нам в редакцию обратился член Совета ветеранов 10-го комплекса и попросил разобраться, почему же так вышло. Сосед был, да, он у меня тоже, ему 87, по-моему, но он еще такой бодренький, он был. Ну, я говорю, тебе понравилось? Он говорит, да нет, не понравилось. И говорит, а что обманули с подарками? Пока что предпраздничное настроение испорчено. Не только у нас, я просто говорю, не для себя, а вот от имени вот этих моих старичков. Никто с подарками не обманывал, уверена в администрации Комсомольского района, которая и организовала концерт. Видимо, возникло недоразумение, предположила начальник соцподдержки Татьяна Скибина. Никто из ветеранов обделенным не останется, пообещала она, и до 9 мая все они обязательно получат подарки. И фронтовики, и труженики тыла. А на празднование массовой раздачи презентов и не планировалось, а только концерт и поздравления менинников. Были подарки, поощрения семейных пар. А в этот день, 5 мая, 90-летний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны. Мы его на сцене торжественно поздравили с этой знаменательной датой. Подарки были тем, кого мы чествовали на сцене, участникам Великой Отечественной войны. Подарки доставляются на дом. Продолжение следует...